всех рады приветствовать у нас на канале тем кто смотрит нас впервые расскажем немного о себе меня зовут виктория и я с моим мужем романом занимаемся благоустройством нашей старой дачи это видео начинаем с уборки двора которая является неплохой разминкой по утрам впереди вас ждет еще немало интересных кадров так что устраивайтесь поудобнее всем приятного просмотра сегодня буду заниматься очень такой приятной работой в кавычках можно сказать сейчас поеду за навозом или перегноем набрал мешков 10 штук возьму также кровчучку и поеду на конец соседней улице там у женщины коровы есть вот она занимается и продаст мне 10 мешков мы спрашивали мешок 40 рублей стоит у нас за пашок супер Такой, говорят, природный. Сейчас все мешки наберу полностью, а потом уже буду возить. Продолжение следует... Фух, нелегкая эта работа из болота Ташхи-Гегемота. 15 километров 600 метров сегодня находил. Фух, это получается сколько? 11 ходов 15 километров. Сейчас все догружу и пойду в душ. Разрешия. Фух! иди на ручки там дома иди ко мне на ручки иди дома да и тебя на ручки возьми не ты сама иди сюда иди в прошлом видео я показала как обычную панель пвх я использовала как форму для изготовления плитки для этого я приготовила жидкий раствор из алебастра и разлила его по так называемым формочкам многие знают что алебастер очень быстро застывает поэтому я наводила совсем немного раствора чтобы хоть немножко приловчиться с ним работать в результате я увидела что у меня получается а сам процесс мне очень интересен чтобы плитка не была хрупкой и рассыпалась в руках не нужно делать раствор слишком жидким вначале конечно придется немного заморочиться так как изготовление плитки этот долгий процесс поэтому я использовала несколько панелей пвх одна такая панель дает порядком 30 штук плиточек и так для чего же решила так заморочиться где мне понадобится столько плитки как вы знаете недавно мы сделали ремонт коридоре дома мы отреставрировали старую дверь поштукатурили потолок и стены покрасили их но какой-то детали все же не хватало вот так все выглядело до ремонта а вот так после своих комментариях под видео вы написали что на стенах не хватает декоративной штукатурки эта рекомендация меня сразу заинтересовала вот только с рисунком определилась я не сразу и когда на просторах интернет не попалась идея с панелями пвх которые у меня уже имелись сразу приступила к работе сначала плитку я хотела крепить на тот же раствор из алебастра но он как обычно быстро застыл кстати измерительной палочкой не послужит кусочек штабика как я не старалась возиться с алебастровым раствором у меня ничего не вышло эту плитку можно было поклеить на жидкие гвозди но в остатке у меня их было слишком мало для этой работы как жаль что у меня не было финишной шпаклевки зато имелся мешок церезита ну что ж церезит так церезит плитку я клеила частями и днем и ночью мне все уже очень нравилось если бы только не темные следы раствора еще многие нам писали и давали такой совет что очень важно утеплить еще будку для наших любимых собачек чтобы зимой было тепло и комфортно поэтому мы приобрели пенопласт и сегодня займемся этим делом а жужа будет нам помогать даже уже и альфуша и жужа очень любят у нас тепло поэтому когда солнышко не сидят на нем греется брюшки греют хорошие мои собаки поэтому сегодня наверняка они нам будет очень помогать они всегда очень работящие очень старается ну что пойдем разбирать вашу будто и утеплять будку такую делали надежные срочные наверное прочнее надежнее чем на жутом теперь разбирать долго переживаешь у ее домик разбираем до не переживай мы разберем его утеплим и будет тебе еще лучше и теплее соберем 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 не переживай а ну слазь слазь не хочешь не хочешь давать мне крышку давай будем слишком поднимать а то с тобой я не подниму вернем и тебе домик вернем не переживай плитку решили клеить на эту стену и так почему же мы решили так заморочиться изготовить плитку самим не легче ли было купить готовые панели пвх ответ очевиден во первых это внешний вид плитка из гипса выглядит намного эстетичнее чем пластиковая панель пвх но и во вторых своих переделках мы показываем бюджетные варианты мешок гипса стоит 300 рублей а на изготовление плитки для этой стены у нас ушло чуть меньше половины мешка значит какая у нас задача везде где есть пробелы видите не только один тоненький лист и везде мы вырежем такие же куски из 3 сантиметрового пенопласта и вставим в эти отверстия а потом таким же листом зашьем сверху будет теплее будочка вот 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 и И расходовав одну партию плитки, я заливала следующую. Скажу честно, в начале я не то что в руки ей дышать боялась на изготовленную плитку, но с каждым этапом работы я чувствовала себя увереннее, поэтому процесс работы шел быстрее. Что же касается внешнего вида, плитка получалась идеальной по своей форме. Единственное, что по краям имелись неровности, которые можно убрать с помощью любого шлифовочного материала. Прогнозы обещают нам на сегодня заморозки ночью, поэтому мы уберем сейчас капусту, выкопаем морковь и свеклу соберем всю. Представляете, я первый раз собирала урожай капусты. Сначала головки я вырывала с корнями, позже я взяла нож, слетала головки и так оказалось намного проще. помидорчик. Тоже пособираю сегодня все помидоры. сейчас будет смертельный номер нужно будет залезть в середину будки и изнутри подшить вот этот лист ОСБ кусочек, чтобы сверху положить уже пенопласт. Ну не знаю, пролезу я в это отверстие, альфа пролазит. Если я не сильно растолстел, может и я пролезу. Альфа Альфа Скажи, я ем дыню, малину, ягодки, а вот капуста мне не заходит. Альфа 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 Утеплили мы нашу будку Однако еще некоторые описали Что важно чем-то накрыть ее сверху Чтобы прессованные опилки не размыкали Советовали может быть каким-то рубероидом Или чем-то еще Рубероид у нас как раз остался Маленький кусочек Но его хватит И закрепим сверху Чтобы он никуда не улетал штапиками Это тоже у нас есть Но еще был очень такой хороший дельный совет Чтобы обить отверстие в будку Где собачки заходят Каким-нибудь деревом Потому что собачки любят зимой и летом Тоже ложить свою голову И наблюдать за происходящим Поэтому тоже приготовил такие досточки Старый плинтус И сейчас тоже обобьем И будет им и тепло И даже отверстие немножко уменьшится Утеплили мы будку для наших собачек Все уже сделано Надеемся не будет промокать И собакам будет зимой тепло и уютно Ну а если уже будет совсем холодно Мы приготовили вот такую старую шубу Положим тоже на низ Будем их закутывать И так они будут у нас греться Место, на место Что тебе, тут уже будет тепленько, Альфуша? Хороший домик Теперь, да, будет тепленький? Ну а пока Викачка собирает помидоры Срезает капусту Я выкопаю буряк и морковку Я управилась Ты уже все? На помощь? Да Давай, я тогда буду выкапывать, а ты слаживать Да Альфуша, а ты что будешь делать? А ты будешь утрамбовывать Она будет нам еще Называется Словись, рыбка большая и маленькая Так в нашей ситуации с морковкой И большая, и маленькая Ну в этом году еще нормально Да, это лучше, чем в прошлые разы Альфуша, ты опять за свое Альфуша Что такое? Что? Выкапывай, выкапывай Выкапывай тоже с нами Лапкой, лапкой его давай Молодец Ой, вредная эта лопата, скажите Да, вредная Я говорил, что Альфуша, у нас еще та помощница Ага Она мне помогает Давай, копай, копай Вот Выкапываем свеклу Морковку Но земля влажная И поэтому и овощи Такие влажные Сейчас расстелим клеенку Здесь в углу Рассыпем Она просохнет А потом уже Аккуратно послаживаем в ящички Еще у нас остался на поле Один арбузик Это самый последний В этом году Вроде хорошо звучит Посмотрим Может даже будет красный Соберем его И несколько еще кабачков Тоже осталось Вот такие маленькие Мы даже сможем Сегодня вечером пожарить Очень хорошие Сочные будут А там еще Есть два больших Тоже останется на следующий год На семена Семенные большие Заброши А что там у тебя в руках? Так, арбузик маленький Оказывается, еще вот Несколько штук Таких Как яблоко Понаходил А, покажи О, смотри Даже красный Ух ты Так, ну попробуем Вкусный? Ну, такой уже Переспевший Он был маленький Ты будешь, Альфушку? Нормально Альфуша тоже Побежала Кушать арбузи Ммм Вкусный Для октября сойдет, да? Вот Альфуша у нас И арбузики кушай И ты малинку И все Собрали Собрали мы Остатки урожая Свекла Морковь Острый перец Немножко помидор Даже есть Нашли в зарослях Дыньку одну И маленькие арбузики Как вы видели Они красненькие Вкусные Капусты, конечно Было бы больше Но Альфа была маленькая Поэтому Половина Росточков Она Вытоптала Но ничего Нам И этого Тоже хватит На морковке И свекле Получилось Много Налипшей земли Мы не знаем Можно промывать Или нельзя Перед хранением В погребе Поэтому Решили пока Оставить до завтра Она подсохнет А завтра Уже переберем И вытрусим Сухую землю Так марш Мышлен benhay Мышлен Немного Я Я Судьба 중 Субтитры сделал DimaTorzok Прочитав ваши полезные советы, я теперь правильно пользуюсь ресурсами, а именно отходами от урожая. Все отходы я рассортирую по огороду, чтобы в будущем потом перекопать. Субтитры сделал DimaTorzok Насладившись ароматом капусты, я недолго думала, что же мы будем готовить сегодня на ужин, поэтому приготовила голубцы. Качан капусты я предварительно отварила, рис с фаршем перемешала и сейчас все это заверну, залью водой, добавлю специи, соль, растительное масло и томат из свежих помидор и поставлю тушить. Субтитры сделал DimaTorzok С добавлением томата цвет блюда стал выглядеть намного аппетитнее. Еще решила добавить острый перец для пикантности вкуса. Мягенькая капусточка такая получилась в этом году. Прям ешь и во рту тает. И без гаммолу. Все свое. Под кябрь месяц у нас еще свои помидоры. Что, друзья, мы прогуливались вечером и тут наша Альфуша ежика нашла. А ну, Альфуш, нравится тебе ежик? А ну, иди посмотри, иди. Так, ну что, не раскрывается? Ежик! Не хочет, да? Он чувствует Альфушу. А ты ждешь, да? Что там Альфуша? Укололась. Уколола носик. Ну тоже. Ежик спрятался в дровнике. Мы подкинули ему яблок, чтобы ему было там не очень страшно и голодно. Ну и после хорошей прогулки мне оставалось еще немного сил, и я решила приступить к покраске. Наносила краску в несколько слоев, и из-за того, что было уже холодно, краска плохо просыхала. Покажу результат. Сразу скажу, что результатом я очень довольна. Стена преобразилась. Единственное, что только вот там, где вот эта вот штука с пробками, я уже не стала туда лезть. И когда уже все там поменяем, то тогда я там доклею плиточки. У нас есть еще в запасе. Видно, что из-за холодной погоды не просохла кое-где краска хорошо. И видно серые вот пятна. И несмотря на эти мелкие недочеты, результатом мы очень довольны. Также у нас есть стена возле второго окна, и мы не знаем отделывать ее так же таким кирпичиком или нет. Напишите нам, пожалуйста, свое мнение об этом в комментариях. Надеемся, что вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok